Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео у нас будет посвящена 8 признакам надвигающегося экономического кризиса. Смотрите данное видео обязательно до конца, чтобы вы понимали, на какие индикаторы следует обращать особое внимание, чтобы прогнозировать кризис, когда он происходит и что непосредственно об этом сигнализирует. Что ж, поехали! Все, ну не все, наверное, большинство людей, особенно люди, которые подписаны на канал, они делают запросы экспертного мнения, как узнать, предугадать кризис. Кризис – это время возможностей. Вот наступит кризис, я, соответственно, вложусь и заработаю, стану очень богатым человеком. Все мы почему-то это знаем, все мы об этом очень много говорим, особенно в период, когда активы стоят очень дорого, не очень хочется покупать, и люди пропускают еще более значительный рост, чего греха дарить. Я сам отношусь к такой категории, когда я понимаю, что по текущим коэффициентам активы стоят чрезмерно дорого, но опять-таки есть там монетарные стимулы, есть дешевые деньги, экономика продолжает расти. У нас в проекте, в команде есть один из экспертов, Вячеслав Болянов, он длительное время проработал в одном из крупнейших западных банков, и, соответственно, он в свое время очень серьезно усилил нашу команду, и то, что сейчас я расскажу, то, чем поделюсь, это будет опять презентация. Поставьте плюсик те, кто рад, что у нас на канале появляются презентации, появляются вещи, которые можно прочитать дополнительно, посмотреть графики, чтобы мы понимали, кому это необходимо и нужно, и посмотреть, какой формат подходит для вас больше. Итак, возвращаясь к вопросу, то есть какие индикаторы сигнализируют, в принципе, о том, что экономика в кризисе, или что она очень близка к кризису. Для того, чтобы понимать, мы остановимся на 8 ключевых индикаторах, и что здесь нужно понимать? Что эти индикаторы, вот нет индикаторов кризиса, индикаторов не кризиса. Первое, что нужно понимать, что экономика, экономическая машина, она работает точно так же, как у природы. То есть есть 4 фазы основные. Все эти индикаторы в каждой фазе ведут себя по-разному. То есть можно представить экономику некой такой моделью, волновой теорией, назовем это так. И здесь нужно понимать, что в экономике выделяются 4 основные фазы. Это фаза возрождения, фаза развития, фаза охлаждения и экономический нокдаун, так называемый. Причиной тому является то, что экономическая модель, экономическая машина, в ней, в этой экономической машине присутствует кредит, присутствуют кредитные деньги. И эти кредитные деньги влияют, очень активно влияют на покупательскую способность людей. Когда кредит дешевый, люди активно пользуются кредитами, начинает расти экономика, люди активно потребляют, компании больше продают, получают более высокую прибыль, увеличивают заработную плату людей. Люди зарабатывают еще больше, потребляют еще больше, кредит становится еще дешевле. И это приводит к тому, что в определенный момент времени достигается некий такой пигт, когда экономика уже не успевает за выросшим потреблением и происходит некий спад. Много об этом говорили на канале, но при этом давайте мы сейчас непосредственно посмотрим, какие же индикаторы имеют ключевое значение для разумного инвестора, на что обращать особое внимание. Первое, что хочется сказать, что графическая модель бизнес-циклов, она представлена сейчас у вас на слайде, то есть у нас идет фаза возрождения. Фаза возрождения сопровождается ростом валового внутреннего продукта и снижением инфляции. То есть у нас получается экономика растет, а инфляция снижается. Фаза развития характеризуется тем, что растет ВВП и начинается рост инфляции. Третье, фаза охлаждения. ВВП начинает снижаться наряду со снижающейся инфляцией. И экономический нокдаун, это снижается ВВП и растет инфляция. То есть вот в этой матрице мы постоянно живем и постоянно ходим вот в этих волнах, да, плаваем в этих волнах, и в этих волнах нужно непосредственно оперировать. Давайте остановимся по каждой фазе, что происходит и на какие ключевые индикаторы стоит обращать особое внимание. Ранняя фаза цикла, то есть фаза возрождения, как правило, чем она характеризуется? Активно растет валовый внутренний продукт, активно восстанавливается рынок труда, безработица начинает снижаться. Сильная динамика промышленности, растет промышленное производство. Происходит рост кредитования, увеличивается кредитование, потому что, как правило, фаза возрождения связана с стимулирующими мерами центральных банков. Это или снижение процентных ставок, или, как и до недавнего времени, дополнительное монетарное стимулирование посредством печатного станка. Значимый рост корпоративных прибыли, то есть компании начинают отчитываться о том, что у них прибыль к кварталу растет, год к году растет, и у них позитивные прогнозы по квартальной прибыли на будущие периоды. Активное стимулирование экономики со стороны центрального банка. Опять же, активное стимулирование происходит за счет снижения процентных ставок или удержания их на очень приемлемых значениях по сравнению с ростом ВВП. Плюс, как я уже говорил, до недавнего времени это дополнительные меры стимулирования печатания денег. Низкие складские запасы. То есть складские запасы уменьшаются, люди активно потребляют, склады находятся на низких уровнях. И запросы со стороны потребления все больше и больше, я хочу больше покупать, я хочу больше потреблять, а также высокие продажи товаров и услуг. То есть рост, то есть расцвет, весна, назовем это так. То есть все хорошо, все распускается, все в росте, много влажности, много солнца, много света. Земля, что называется, просыпается от весна. Следующая фаза это средняя фаза цикла, фаза развития. Соответственно, ВВП в этот период достигает пиковых значений. Рынок труда продолжает улучшаться, безработица снижается еще сильнее. Промышленность продолжает расти, все хорошо. Наблюдается дальнейший рост кредитования. Корпоративные прибыли начинают достигать своих максимальных значений. Нейтральная политика центрального банка. То есть, если мы посмотрим, то по предыдущим моделям, по предыдущим характеристикам, достигают пиковых значений. Да, и ВВП, и рынок труда, безработица достигает минимальных значений. И продажи продолжают расти. Дальнейший рост кредитования. Но дело в том, что мы не можем на графике определить это все. То есть, там же наблюдается рост. То есть, пиковые значения или не пиковые значения. То есть, следующий квартал вырастет или не вырастет. То есть, у нас нет понимания. То есть, как раз вот этот переход из весны в летом. Летом же тоже все продолжает расти. И вопрос понять, когда же происходит вот этот вот период, да, период охлаждения. Для нас является ключевым это нейтральная политика центрального банка. То есть, центральный банк перестает, скажем так, проводить некие стимулирующие меры. Перестает дополнительно печатать денежные средства. Перестает или снижать процентную ставку. И мы не говорим про повышение. То есть, почему очень важно, почему за вот этими вот минутками Федрезерва следят все игроки, трейдеры, крупные инвесторы. Почему вообще заявления центрального банка влияют на рынок очень сильно. Потому что рынок, рынок акций, это все равно прокси на экономику. То есть, если экономика замедляется, если экономика находится в заключительной фазе развития, то тогда нужно готовиться к осени. Что нужно там, во-первых, собирать урожай, во-вторых, нужно готовиться к зиме. И поэтому рынки начинают постепенно заваливаться. Почему этот индикатор является важным? Почему для вас, если вы подписаны на Канардул, должно стать ключевым ориентиры по процентным ставкам в мировых центральных банках, особенно в мировых финансовых целях? В первую очередь, это Еврозона, это Соединенные Штаты Америки, это Банк Японии, Банк Китая. И, естественно, если мы живем в российской экономике, для нас является ключевым то, что совершает Центральный Банк России. Потому что именно заявление по денежно-кредитной паренеке, заявление Центрального Банка, как раз-таки связанное с тем, что, во-первых, замедляется, стабилизируется денежно-кредитная политика, то есть процентные ставки больше не снижаются. Это раз, да. И возникают какие-то разговоры, возникает некая какая-то напряженность, связанная с тем, что начинает подрастать инфляция. Вот до этого периода времени можно спокойно, в принципе, находиться на рынке. Одновременно начинают увеличиваться складские запасы, продажи продолжают находиться в повышательном тренде. Продажи по-прежнему есть, экономика по-прежнему растет, она развивается, но начинают расти складские запасы. То есть на будущее, на будущие прогнозы начинаются какие-то риски, и, соответственно, потребители начинают замедлять. Особенно крупные промышленные потребители, особенно производители. И поэтому здесь важно обращать внимание на складские запасы именно для каких-то крупных компаний в логистической отрасли, в транспорте. То есть для нас это является неким таким сигналом, все, ребят, пора собирать урожай, пора сворачивать манатки и переходить в какие-то консервативные инструменты. Следующая фаза – это поздняя фаза цикла, фаза охлаждения. Что в этот период времени происходит? Темпы роста ВВП снижаются, то есть ВВП начинает падать. Или темпы роста начинают снижаться, он еще не падает, но темпы начинают замедляться. То есть период сбора урожая, период существенной ребалансировки, когда нужно осуществлять, это как раз-таки когда происходит снижение темпа роста ВВП. Минимальный уровень безработицы, исторически он может быть минимальным уровнем. Промышленные индексы замедляются, то есть остывает, происходит некое замедление. Кредитование замедляется, объем выданных кредитов уменьшается, корпоративные прибыли начинают снижаться. Или компании начинают заявлять о том, что у них корпоративные прибыли могут снизиться. Центральный банк переходит к ужесточению денежно-кредитной политики. То есть начинается повышение процентных ставок, останавливаются программы выкупа активов, наблюдается дальнейший рост хладских запасов, увеличивается. То есть люди настолько закредитованы, экономика начинает сжиматься, начинает расти неуверенно в завтрашнем дне, и потребление начинает сжиматься. То есть что у нас такое фаза охлаждения? В фазе охлаждения как раз таки инфляционные факторы начинают сказываться, ожидание инфляции приводит к ожиданию роста и фактического роста стоимости денег. Центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, и это соответственно приводит к спажу продаж, к спаду роста ВВП, к спаду прибыли компаний. Это по сути признаки кризиса. То есть то, зачем вы пришли сюда, вы должны понимать. Еще раз давайте тезисно, что характеризует наступающий кризис. Снижение роста ВВП, минимальный уровень безработицы, промышленность начинает снижаться, кредитование замедляется, корпоративные прибыли сжимаются, центральные банки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики, повышению процентных ставок и остановке печатных станков. Наблюдается дальнейший рост вкладских запасов, спад в продаже. Вот что нам сигнализирует о том, что экономика начинает заваливаться в период кризиса, потому что фаза охлаждения не происходит сразу провала, сначала происходит охлаждение. А вот потом, потом у нас наступает соответственно фаза экономического нокдауна. ВВТП падает или находится в состоянии стагнации, растет безработица, потому что фаза охлаждения в итоге приводит к тому, что компания начинает оптимизировать свои затраты, сокращает персонал, промышленность падает, кредитование не растет, потому что увеличились риски, потому что увеличилась стоимость кредитования. Одни, кто может позволить себе еще взять кредиты, кто работает, не берет, потому что стоимость денег высокая. Другие, кто хотел бы взять кредит, чтобы перекрыть текущий, да, они лишились работы, у банков ужесточилась система риск-менеджмента, они перестают выдавать кредиты неблагонадежным заемщикам, соответственно кредитование сжимается. Начинают падать корпоративные прибыли, центральные банки проводят стимулирующую политику, снижают процентные ставки, начинают печатать денежные средства, начинаются вертолетные деньги, как это называли. Складские запасы продолжают падение и продажи продолжают понижать тренд. Так вот, когда кризис уже происходит, рынки уже отреагировали. То есть рынки уже это все заложили. Рынки, они идут немного на опережение, да, то есть потому что они как раз таки все это прогнозируют, там есть профессиональные участники рынка. Есть денежный рынок, есть рынок ценных бумаг, и поэтому почему мы сегодня про это поговорили? Мы про это поговорили по той простой причине, что деньги делаются в фазе охлаждения. Когда уже рецессия, когда уже мы видим сигнал, связанный с тем, что и ВВП упал, и прибыли упали, и продажи упали, и безработица достигла пиковых значений. В эти периоды уже начинают проводиться стимулирующие меры. То есть у нас экономика, как я уже неоднократно говорил, экономическая модель спроса. То есть чтобы выйти из экономического нокдауна, нужно соответственно стимулировать, проводить стимулирующие меры. Выходить из рисковых активов нужно в фазе охлаждения, а соответственно заходить нужно, когда плавно фаза охлаждения, когда уже идет экономический нокдаун, когда уже пойдут речи о том, что нужно стимулировать. Именно поэтому я хочу предложить принять участие в нашем платном мастер-классе, на котором технически рассматриваем, когда рынки могут скорректироваться, и самое главное, где взять все эти индикаторы, о которых мы сегодня упоминали в данном видео. Мы постараемся это сделать в качестве раздаточного материала для всех участников нашего мастер-класса. Если же вам понравилось данное видео, обязательно лайк, колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, комментарии, может быть вы еще на какие-то дополнительные индикаторы обращаете свое внимание. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok